Ну что, продолжаем нашу работу. Если у кого-то появились какие-то вопросы за время обеда, задавайте. Пока нет. Нет. У нас все гласно. Вопрос следующего характера. То, что выступали первоначально, вы рассказали про развитие человека, личности и все прочее, понятно. Но это не преждевременно вопрос, какой результатом вот этой работы, вот этих групп и итоговый результат. Это рождение какой-то программы должно быть или вообще сам результат? Что должно стать результатом, да? Вот я недаром обращал ваше внимание на эту книжечку. Вот здесь в том числе написано «Ожидаемые результаты». На самом деле перечень неполный, я бы сказал так. Если вы определитесь со своей целью на это мероприятие и будете работать целеустремленно как раз на решение своих задач, то, соответственно, решение этих задач будет вашим личным результатом. И его здесь невозможно предугадать. Мы не знаем, какие у каждого есть мечты, цели, идеи, интересы, интенсии, но каждый из вас может с этим определиться. И в том числе и это будет результатом. На мой взгляд, личный результат каждого – это вот самый главный, может быть, результат. Особенно, если мы говорим про кадровый резерв отрасли. Мы переходим к следующему такту. Это распределение по группам. Я скажу вам честно, мы каждый год поступали очень просто. Мы смотрели ваши анкеты. Мы их в этом году тоже смотрели и читали. И определяли, на какую работу лучше взять, как работодатели набирали. После этого, конечно, появлялись какие-то трепыхания. Я тут не хочу. Моя девушка в той группе. Я бы хотел рядом с ней быть, чем работать в этой группе. Ну, как-то мы фильтры такие ставили. Поработай денек здесь. Правило такое. И оно работало. А после этого пиши обоснованное прошение, заявление, почему ты хочешь работать в этой группе. И в случае признания необходимости мы тебя переведем. Такие случаи были, я бы сказал, редкостью. Потому что, может быть, потому что люди понимали, надо так надо. А может, все равно, где работать. Но на самом деле, основоположник поступал не так. Он поступал гораздо смелее в этом отношении рискованнее. Он говорит, куда хотите, туда идите. Вон, группу видите, записывайтесь и вперед. Мы это прекрасно понимали, что это путь более честный, более правильный. Хотя и более рискованный. Но мы его сторонились в силу того, что мы вообще работаем ведь не со специалистами, которые уже 15 лет работают над своей проблемой. Он знает, куда ему двигаться. А мы работаем с кадровым резервом. В силу этого у нас было свое оправдание. Мы вас поработаем. Рекомендую вам. Мы же прочитали ваши анкеты. Поработать в каких-то группах. Нам кажется, что вам здесь будет лучше. А дальше, может, мы ошибались. Сейчас мы впервые отступили от своей практики и возвращаемся, можно сказать, к изначальным принципам вот этой экзистенциальному переживанию самоопределения. В какой группе вы будете работать, решать вам. Это важный, отличительный момент. Каким образом мы сейчас хотим поступить? У нас есть команда, которую я сейчас как раз вам и представлю. Игротехников, которые будут работать с вами в этих группах. И каждый из них как-то представит, почему он выбрал эту группу, почему он предложил, создал эту группу, заявляет ее и предлагает организовать работу в этом направлении. Соответственно, это для вас будет каким-то ориентиром. Может быть, можно задать ему вопросы. Во всяком случае, вы каждого из нас выслушаете и выбираете, человек вам понравился, или содержание, или вам изначально тема близка, более близка, чем там, независимо от того, как ее представляли. Выбирайте. Вот такая схема. Итак, начинаем двигаться. Александр Лемех. Группа «Энергетика будущего» называется. В общем, я бы хотел вам рассказать о группе «Энергетика будущего». Запустите, пожалуйста. Год назад на этом форуме возник такой проект, собственно, работированного комплекса для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач. И он здесь в рамках форума, собственно, разрабатывался. А дальше так получилось, что неделю назад этот проект, в общем, участвовал в одном московском конкурсе. Его организовывали электрические сети и SM фонд «Сколково». И так получилось, что этот проект, собственно, выиграл в этом конкурсе. А идея проекта такая. Объединить орла и ужа. Орел взлетает, усаживается на линию лего-передач и, собственно, по ней идет и, собственно, осуществляет всю диагностику. Вот сегодня в НТЦ ФСК обсуждаются вопросы. Как сделать обслуживание сетей автоматическим? Сегодня, в общем, в Европе есть, например, несколько проектов. Индустрии 4.0, так называемых. Автоматические заводы. Как сделать так, чтобы заводы были, собственно, автоматические и так далее. И вот в рамках этой группы есть, в общем, несколько задач осмыслить, как сделать так, чтобы вот это вот направление автоматической работы стало бы возможным у нас в стране. И сейчас вот этот проект, как сделать так, чтобы он был доведен от идеи до внедрения. Собственно, сейчас, получается, вот эта компания, это было, это дело было презентовано директору, собственно, Россетей. Он сказал, что будем внедрять, надо внедряться. Фонд Сколкова сказал, что мы это дело, собственно, мы это к себе берем, дадим грант и так далее. Вот, собственно, как сделать так, чтобы вот такого рода проекты возникали бы в реальности. И чтобы они, собственно, входили бы в нашу жизнь. Спасибо. Вот такая примерная группа. Саша, ты мне напомнил одну из любимых фраз Георгия Петровича про ужа, когда он говорил, я никогда ее не понимал, он говорил, уж не умеет летать, но уж, который осознал себя, взлетает. И вот я слышу идею объединения ужа и орла. Это здорово. Я вам рекомендую, коллеги, Александр, очень творческая личность, энергетик. И, как это, потомственный энергетик, но кроме этого он занимается робототехникой. Это его личное самоопределение, и в том числе он преподает эту дисциплину и энтузиаст этого направления развития технологий и вообще нашей страны. Да, ну и тут, получается, залезть люди, которые участвуют вот в этой разработке. Где эти люди, кто участвуют в разработке? Можно привстать, например. Да, собственно, можно встать, привстать, чтобы было понятно. Слегка так буквально. Слегка привстать. Слегка. Сильно напрягает колени. Слегка, Алексей. И, собственно, девушки тоже. Спасибо. Да, спасибо. Есть какие-то вопросы к Александру? Нету. Мне кажется, нормально. Все вполне ясно. Надежда Шимова. Группа Дом. Здравствуйте. Значит, еще раз меня зовут Надежда Шимова. Вообще я работаю в Уральской горно-металлургической компании в корпоративном университете. Но кроме этого я еще жена, мама и хозяйка. И вот сюда я пришла заявить группу Дом. Почему? Вот вообще я мечтаю жить в большом красивом доме. Вот честно скажу. В классном таком, чтобы он был энергоэффективный, безопасный, надежный, умный, с новыми технологиями. Значит, чтобы всегда вода горячая была. Вообще, чтобы услуги электроэнергетики и вообще энергетики были самого высокого качества. И хотелось бы еще, чтобы платить за них было поменьше. Ну, в два раза по отношению к тому, как сейчас. Это реально моя мечта. И вот я вижу, что сейчас как бы никак не могу ее реализовать. Совершенно. Ну, нет механизма. Я никаким образом не могу вот этот прекрасный дом получить. Мне кажется, это несправедливо. В нашей большой богатой стране, которая на самом деле богата, у каждого человека должен быть вот такой замечательный дом. Вот я бы хотела в этой группе разобраться, как можно вот это воплотить в нашей стране в реальность. Как это сделать вообще. Вот. Значит, второй, вторая тема работы группы — это тема семьи. То есть вот, например, мне бы хотелось, чтобы вот семья моя, которая живет в этом прекрасном доме, вообще была сама по себе тоже прекрасная. Чтобы она была источником энергии, развития для каждого из родных, чтобы там любовь была, чтобы, ну, в общем, чтобы все хорошо было в семье. Но вот вокруг вижу совсем другую картину. То есть разводы превратились в норму, ценность семьи во многом утеряна. Как бы там, ну, многие вопросы, как бы вот одиночество часто встречаются у людей. Некоторые люди вообще не хотят семью заводить. Что, нафиг она нужна? Вот. Мне кажется, что вот это тоже неправильно. И главное, часто каждая новая семья, ну, начинает как бы с чистого листа. Мы не можем вспомнить там факты жизни наших бабушек, дедушек. А уж если говорить о прабабушках, мы вообще не знаем, как их звали там. И как бы вот это вот предназначение семьи, ее исторический путь, как вообще она связана с историей страны, мы вот этого не знаем. А если бы знали, может быть, были такие семьи, которые бы появлялись в России, вот которые связывают историю своего рода с историей страны, может быть, тогда не было бы такого, что люди там уезжают, не хотят жить в России. Вот. В общем, вот эта тема тоже хотелось бы разработать в этой группе, ответить на вот такие вопросы. Вот. Всех приглашаю. У кого особенно проблемы с жильем там, всех запишитесь вот туда. Если есть вопросы. Спасибо. Я тоже очень рекомендую эту группу. Коллеги, я хочу обратить внимание, что вот слово «дом» какое-то как бы приземленное. На самом деле, у меня личное впечатление, что вот на этом нашем форуме все задачи, которые мы ставим здесь, они все запредельные. Они все, на мой взгляд, явно выше возможностей всех нас вместе взятых. Они очень труднодостижимы в смысле их полного разрешения. Но, скажем, мне знакомо мнение наших выдающихся философов в том числе, что, скажем, в этих трех буквах заключена национальная идея развития страны. Именно вот это. И я это знаю, и многие из вас, наверное, тоже это слышали. Но что это значит? Это же не просто. Либо к этому надо прийти, к такой простой формировке за неделю, либо, наоборот, надо понять, как это возможно, как возможно вот эта вот идея, здесь, зарытая за этим маленьким коротким словом, она может развернуть как бы нашу страну, развернуть и дать ей мощный и серьезный импульс развития. Что это значит? Как это сделать? И как под эту идею должны подстроиться все остальное, например, энергетика? Спасибо. Очень рекомендую. Есть у нас Андрей Антаков. Его нет у нас. Он где-то едет. Он решил, что на группе будет, вернее, в игре очень уместно будет группа потребителей. А кто-нибудь может выйти и обосновать, зачем эта группа нам нужна? Потребитель. Нету таких, да? Тогда идем дальше. Виталий Соломеин. Образование личности. Всем здравствуйте. Меня зовут Виталий. Группа образования личности. Почему, собственно, такая группа появилась на игре? Для меня слова образования личности, они звучат как один большой вопрос. И я не могу к нему добавить что-то более существенное. Я хотел бы поделиться некоторыми переживаниями по этому поводу. На моей малой родине растет дуб параллельно со мной. И до 18 лет мы с ним все это делали параллельно. Я рос, и он рос. Он увеличивался, и я в размерах. Но вот с какого-то момента я понял, что начал отставать. То есть мой организм не позволял мне дальше соревноваться в этом плане с дубом. И вот с того момента у меня возник вопрос, как не отстать от дуба. То есть каким образом должен дальше продолжать развиваться я? Какие побеги должны быть у меня? Какие годовые кольца? Какого цвета листья, может быть, должны на этих побегах быть? Вот на этом спасибо. Всех приглашаю в мою группу образования личности. С вами Виталий. Спасибо, Виталий. Хочется поздравить успеха этой группы и тем, кто там будет работать. Я понял, что почти все прочитали статью по проблеме образования нашей стране, которую мы предлагали прочитать. Есть проблема, есть люди, которые во весь голос об этом говорят. Но тут, смотрите, тут не образование, проблема образования, а тут два слова. И смысл здесь вот такой, который здесь зашит. Он не просто про проблему образования, он гораздо более личен и одновременно гораздо более стратегичен, поскольку это говорит, на мой взгляд, уже о новой постановке проблемы образования. Идем дальше. Амина Нигматулина. Группа общественной организации. Добрый день всем. Меня зовут Нигматулина Амина. Еще раз представлюсь. Я представляю группу общественной организации. Ну вот, честно говоря, от этого названия меня как-то немножко это мутит так на душе. И потому что все знают, что такое общественные организации в нашей жизни. Но все-таки меня беспокоит следующий вопрос. Вообще, возможно ли и существует ли такая общественная организация, которая смогла бы повлиять каким-то образом? Смогла бы повлиять на развитие России? Может быть. Может быть, на развитие человека? Какие идеи могут быть там основоположены? Основоположены? И вообще, зачем нужны эти общественные организации? Они ведь не случайно возникли. Я хотела бы рассказать один пример из своей жизни. Я в детстве очень любила одну книжку. Называлась она «Дорога уходит даль». И там описывалось время дореволюционное. И там такая девочка примерно такого же возраста, как я была, когда ее читала. Она была как дочерью врача, то есть интеллигенция. И в это время очень были популярны, модны. И некоторые люди участвовали в революционных кружках. И вот все мы знаем, что после этих кружков и каким образом они развивались, и что-то произошло в стране. То есть это ли есть общественная организация, которая может повлиять на развитие России или нет? И как с этим быть? И нужны ли нам такие кружки? И второй момент, который уже из истории энергетики. Если вы знаете такого Глеба Максимилиановича Коржановского, то он в то же время жил дореволюционное. И он тоже был участником одного из таких кружков. Но после того, как он прошел там определенную школу в общественной этой организации, он еще будучи хорошим инженером, затем, как все мы знаем, создал план. План назывался Гойлро, в результате реализации которого наша страна превратилась в одну из первых индустриализованных стран. То есть вышла на первые места, получила очень большой толчок к развитию. Мне бы хотелось, чтобы в этой группе мы попробовали все-таки подумать, какие могут быть общественные кружки, не знаю, там, общественные организации. Хотелось бы разобраться с этим вопросом. Спасибо. Спасибо, Амина. Вот я хотел бы обозначить, что эта группа, на мой субъективный взгляд, это одна из наиболее сложных групп. Мы несколько раз пытались организовать эту группу. И, на мой взгляд, у нас не получалось. Не получался результат. Я сейчас вот понимаю, что это просто очень сложно и трудно. И при этом еще на шестой игре мы пришли к выводу, что в стране существуют две силы – бизнес и власть. И они, собственно, действуют, и в силу действия этих двух сил происходит в стране то, что происходит. А совершенно очевидно, не хватает некой третьей силы. Это общественная сила, сила общественных организаций. Мы тогда пришли к этому выводу. И однажды на Московском международном энергетическом форуме я услышал знакомую дискуссию. Выступала с этой мыслью посол Боливии, женщина. Она говорит, во всем мире так, во всем мире власть смотрит в рот бизнесу, а бизнес смотрит в свой карман. И, к сожалению, из-за этой убогой схемы все вертится вокруг, ну, как скажем, денег и интересов тех, у кого есть возможность реализовывать свои интересы. А где же общественность? Мы знаем, что общественные усилия, вот Амина уже об этом говорила, они могут совершать серьезные очень события. Но как они происходят? Откуда они берутся? Как туда попасть? Как-то к нам приехал один, на мой взгляд, очень выдающийся эксперт, Юрий Васильевич Крупнов, в одной из первых наших игр. Вот здесь вот он выступал, и он сказал такую фразу. Мы говорим, вы кто? Вы чем занимаетесь? Он говорит, я занимаюсь общественной работой. И вот для меня фильм «Служебный роман», где женщина бегала, собирала то на похороны, то на день рождения, вот это была общественная работа. А тот человек с достоинством, уважением к самому себе говорит, я занимаюсь общественной работой. Это и есть самое главное, что можно делать сегодня здесь, скажем, в нашей стране. Вот поэтому тоже запредельная задача, на мой взгляд. И я признаюсь в неудачах, в моих неудачах вы на этом пути, и тем не менее, теряя энтузиазма, что, может, мы с вами вместе сможем продвинуться в пути разгадки, понимания, вот что такое развитие страны через участие в них общественной организации. Дальше. А, я, Алексей Соколов, участвует. Министерство развития энергетики. Я работаю в Министерстве энергетики сегодня. Мечтал бы работать в Министерстве развития энергетики. Поскольку часто то, чем я занимаюсь, к развитию энергетики никакого отношения не имеет. Ну, вы в жизни часто видите, что иногда вам приходится заниматься не тем, чем вам хотелось бы, а иногда не тем, чем надо заниматься. Не тем, чем надо. Надо вот этим заниматься, а занимаемся чем-то другим. А что я должен делать на своем месте для развития энергетики? Что я не должен делать? Для меня этот вопрос не то чтобы совсем не ясен. Конечно, я стараюсь работать в силу своих представлений, а представления свои пытаюсь развивать. Но тема, на мой взгляд, очень важна. Сегодня еще пока у нас нет Министерства развития промышленности, а есть Министерство промышленности. Нет Министерства развития образования, есть Министерство образования. Нет Министерства развития энергетики, есть Министерство энергетики и так далее. Мне кажется, мысль эта не моя, это очень важный момент, когда мы ставим правильные задачи. Когда мы ставим правильные задачи, тогда те же самые люди, которые мы считали никуда не годными специалистами или чиновниками, вдруг начинают делать какие-то, появляются первые космические спутники в этой стране почему-то, в нашей стране от чего-то, от сахи, появляются, когда поставлена такая задача. Какие задачи должны ставить наши правительственные структуры и как они должны, а что они не должны делать, я опять же говорил, для развития энергетики. Для меня это на самом деле серьезный вопрос. И кроме этого, серьезный вопрос это кадровый вопрос. Вот я расскажу случай, который случился просто вот сам собой, что называется. Я планировал поехать на это мероприятие и провести здесь всю неделю, потому что для меня это лучше отпуска. Это очень серьезная подпитка. Я здесь много чего получаю. Вдруг накладка такая, замминистра уезжает в отпуск и мне надо быть на мероприятиях вместо него там с выступлениями, с проверками и так далее. И в следующей неделе у меня будет занято в том числе этими делами, я буду уезжать отсюда. Поэтому я не смогу работать в этой группе в полную силу. Вот в чем сложность. А для меня важна эта группа. В этом отношении я вам рекомендую, представляя Олю Кащееву, которая будет в этой группе моим заместителем. И я надеюсь, что у нас с ней и у вас, у вас и у нас с ней все-таки что-то получится. Еще одно обстоятельство. В день как раз ухода в отпуск и министр ломает руку моя заместитель Ирина Викторовна Рогожникова. И, соответственно, я сейчас еще по этому статусу просто не могу здесь находиться. Ситуация экстремальная для меня. Не хочется закрывать группу. Просто не хочется откладывать на непонятно когда. Вдруг следующей игры просто не будет. И кроме этого я ищу человека в отдел. Ищу долго уже. Не то, что не могу найти. Мне еще некуда его посадить. Мне министр говорит, бери, бери. Вот, значит, вариант вот такой есть. Некуда посадить. И тут я понимаю, что у меня есть на полтора месяца рабочее место уже. А дальше вроде как начинают какие-то просветы. Мне нужен на работу в мой отдел человек. Буквально с понедельника. Я еще этим буду занят, но, может быть, я найду его и здесь. Это в пользу этой группы просто. Реклама. Спасибо. Идем дальше. Константин Гаврилов. Наука развития. Ну вот тут Алексей Евгеньевич как-то говорил, что такой вопрос был в предыдущие годы. Почему нет развития? Ну вот у меня ответ однозначный. Это не значит, что он единственный. Но у меня вот один есть ответ. Самое главное, почему нет развития, потому что нет знания о развитии. То есть разных представлений, их большая куча. Может быть, какие-то есть очищи этих знаний. Именно поэтому развитие не идет. То есть критерием того, что что-то бы происходило в надлежащем масштабе, является знание. И встает вопрос, значит, как, откуда возникает, как может возникнуть вообще, как получить это знание о развитии? Каким образом? Вот эти игры были задуманы и реализованы, значит, вот отцом-основателем, сотоварищей, именно как своего рода институты развития. То есть такие микролаборатории, где в сжатое время, там он проводил 10-дневные игры, удается продвинуться вот по таким предельным задачам и вопросам. Вот. То есть сама игра, как коммуникация, как общение, специфическое игровое, она в течение дней и внутри дня совершает определенные маленькие шажки, маленькие подвижки в раскрытии смыслов и содержания, значит, тем. То есть в этом смысле имеет отношение к развитию. То есть на игре в этом смысле ситуация уникальная. То есть мы сами представляем собой здесь и исследователей, и материал для исследования одновременно. И сами на себе можем увидеть, как получается это знание. То есть происходит ли развитие содержания в группах. И вот эта группа именно задумана такая. То есть объектом или предметом ее деятельности будет являться игра, как плацдарм своего рода. Вот. Это, в общем, может быть и рискованное такое мероприятие. То есть можно получить круглый ноль. Но круглый ноль опять же нельзя получить. То есть если получен круглый ноль, и мы это поняли, мы это осознали, мы это отрефлексировали, и у нас еще время остается. Чем раньше мы поймем, что у нас круглый ноль в знаниях о развитии, тем, значит, больше шансов у нас их получить. В общем, вот, кто как бы согласен рискнуть на эту тему, вот, приглашаю в эту группу. Спасибо. Я хочу обязательно сказать несколько слов об этом человеке. Константин Филиппович Гаврилов. Я ему очень во многом признательно и благодарен. Я впервые попал в 89-м году на игру Георгия Петровича Чедровицкого. Как раз вот, куда поехал Константин Филиппович, и вот он, можно сказать, взял меня с собой. И открыл для меня этот мир. Константин Филиппович потомственный физик. Я его папу узнал раньше, чем его. Филипп Филиппович говорил о заведующей кафедре экспертальной физики физтеха. И Костя как бы по его стопам шел, но, на мой взгляд, главное в нем не это, а вот, то есть этот человек, конечно, фундаментально образованный, это самобытный философ. Вот это слово самобытный более правильно подойдет, потому что я говорю, Костя, ты опять говоришь на своем птичьем языке, я тебя не понимаю. Одно слово из десяти я понимаю, остальные не понимают, что ты говоришь. Да, да, я это и делаю. Я это и делаю. То есть я к чему? К тому, что задачка, которая ставит Константин Филиппович, она из простых. Вот это явно не очень молодой человек в этом молодежном, так сказать, событии принимает участие не случайно. Ахтунг, внимание, это же не просто так. В нашу молодежную среду затесался вот такой от моего возраста игротехник. Неспроста. Будьте осторожны. Это группа для высоколобых. То есть, ну, будьте осторожны. Это серьезная группа. Вам повезет, если вы поработаете вместе с Константином Филипповичем. Это я говорю. Это я говорю. Вас ждут многие сложности и риски. И, может быть, наши принципиальные стычки и несогласия, потому что тут все всерьез будет. Тут будет все всерьез. И по очень высокому калибру. Ну, так, соответственно, рекомендую. Евгений Соколов. Технологическое превосходство. Лидерство, да, конечно. Описка. Группа технологической лидерства страны, да. Прежде всего, почему надо заниматься технологиями, коротко. Ну, еще Ломоносов говорил, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. А Висбор писал, что зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Всегда исторически Россия, в России множество примеров, когда создавались передовые технологии, когда Россия была на мировом уровне или выше мирового уровня, в том смысле, что впереди планеты всей. То есть научная мысль, техническая мысль в стране очень развита, и это неспроста. Технологический суверенитет и технологическое лидерство для нашей страны, на мой взгляд, это вопрос выживания. Потому что никто нам ракеты не продаст, естественно, пока сами не сделаем. Поэтому заниматься технологиями необходимо, и больше того, надо ими так заниматься, чтобы они были лучшими в мире. В то же время, в последнее время мы можем заметить на протяжении нескольких десятков лет спад в этом направлении. Мы теряем технологический суверенитет по многим фронтам. В том, что ядерная энергетика у нас скоро светит полмира, а во всех остальных отраслях мы не так хороши. Причем, как когда-то, например. То есть многое в советском время было сделано, а сейчас теряется, уходит, и просто нет у нас ничего. И опять же, это как бы вопрос выживания. Мы просто обязаны в какие-то кратчайшие сроки решить технологические вопросы, наладить производство новых технологий на своих территориях за счет своих умов. И вот вопрос, как сделать эффективную школу или методологию, как наладить производство технологий в нашей стране и как сделать так, чтобы эти технологии превращались в жизнь, то есть появлялись именно в этой стране, а не где-то там еще. То есть часто было такое, что какое-то открытие сделано в России и забыто, отложено в полочку. Ну или просто появилось впервые не у нас, а где-то в другом месте. Так вот, как сделать так, чтобы технологии у нас рождались, и не просто рождались, а чтобы они здесь же и воспроизводились. Вот этим важным вопросом я собираюсь заниматься в своей группе. Спасибо. Спасибо, Женя. Ну мы все знаем, ситуация, в которой мы живем сегодня, она имеет определенные признаки, такие, может быть, экстремализации, где эта тема, которую Женя обозначил, тема технологического суверенитета, восстановления, может быть, теперь уже, потому что об утрате технологического суверенитета умные люди говорят давно. У нас ставятся одна за другой электростанции новые, блоки ПГУ, но на Средневральской ГРЭС стоит американская турбина General Electric, на Серовской ГРЭС будет два блока 400 мегаватт, там будут турбины Siemens. А у нас есть еще турбинный завод, который еще вроде бы пока не умер, или там скорее жив, или скорее мертв, не поймешь, где он. А есть проблема санкций. Вот она, вернее, сейчас появилась, некая реальность санкций. Реальность понарастающей идет, ну, определенного давления там на нашу страну, которая может обернуться сложностями, трудностями и проблемами, поскольку многие современные технологии мы здесь не воспроизводим, скажем так. И что это за проблема, наверное, чувствуют все. Как ее правильно квалифицировать, как ее решать, наверное, знают немногие. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куевшев недавно выступил с идеей создания программы, создания Уральской инженерной школы. Он вышел с этой идеи к президенту, тот сказал, давайте программу, программа нужна. Понятно, что не на пустом месте. И эта программа сейчас формируется или даже сформирована. Нам надо понимать, что это за программа. Мне кажется, это наша тема. И неспроста 7 мая 2012 года, как только Путин заступил на пост президента, он подписал несколько указов, так называемых 600-х, там пакет был указов, в том числе и о создании высокопроизводительных рабочих мест. И мы в текстах своих писем по этому форуму писали. Тема, что это такое, создание высокопроизводительных рабочих мест. Это значит, нам нужен технологический рывок, надо поднять производительность труда в полтора раза за 6-7 лет оставшиеся. Недавно, может быть, вы слышали фразу Путина, он сказал, что теперь путь, который в другое время потребовалось бы несколько лет, нам надо буквально пробежать, помните такая историческая фраза, буквально за два года. То есть это не пустые слова, на мой взгляд. Это значит, что жизнь вокруг нас сильно меняется, и нам придется решать задачи, которые раньше мы обсуждали или знали их, но не решали. А сейчас придется реально решать. Ну, кто-то будет решать, кто-то не будет решать, конечно, но тем не менее эти проблемы сегодня актуализируются. Поэтому тема технологического лидерства и проблемы восстановления технологического лидерства, на мой взгляд, очень сложна, она очень современна, и сейчас нам надо внести в эту тему какой-то свой вклад, и исходя еще из этой нашей специфики игры, игры от себя, то есть пропустить вот это все через себя. Как это и что из этого получится, мне, конечно, тоже совершенно не ясно. Но хочется пожелать успеха тем, кто рискнет взять на себя эту задачу. Итак, мы определились, у нас есть группы. Сейчас вроде бы осталось подойти к стене, записаться в какую-то из групп и распределиться по местам работы. Есть у нас еще один блок, кусок к этому часу. Я хочу просто эту тему здесь завершить. Если мы сейчас запишемся или после эксперта запишемся, то у нас будут рабочие места. Там были какие-то вопросы, надо как-то комментировать, нет? Или все знают, рабочие места группы там написаны или вот здесь в программке можно найти. Это на этих вот небольших пространствах. Надо сориентироваться, найти свою группу. И через какое-то время мы договоримся, через какое время там собраться. Это будет, наверное, минут через 45, через 45 минут. А сейчас тема нашего дня, сегодняшняя, откройте программку, вызовы, внешние вызовы и требования к развитию страны. Мы думали, какого бы эксперта подобрать, который бы нам осветил эту тему, делал не введение. Но оказалось вот так, случайно оказалось, что вчера состоялось выступление одного нашего ведущего эксперта на эту тему. И мы предлагаем сейчас вместе с вами начать работать по теме дня совместного просмотра выступления Владимира Владимировича Путина вчера на Валдайском клубе. И потом будет распределение по группам и уже рабочие вопросы. Уважаемые коллеги, дамы и господа, дорогие друзья, я... Итак, время идет. Коллеги, я предлагаю сейчас, в течение ограниченного времени, подойти к листочкам, записаться. Надо ли здесь собираться снова, чтобы ответить на какие-то вопросы или нет, я не знаю. Я думаю, что можно через пять минут собраться уже в местах дислокации групп. Куда записались, туда и переходите. Что? Вот тогда и будем думать. Там ограничения есть. По девять человек, не больше. Да, поэтому локтями, локтями, ребята, работайте. Спасибо. 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 Спасибо.